Я надеюсь вы не забыли о черной пятнице, тогда быстрее вступайте в группу Gearbest, здесь вы сможете найти огромнейшие скидки, купоны и всевозможные заманчивые приложения на технику, смартфоны, смарт-часы, квадрокоптеры, вступайте в группу, будет интересно. Всем привет, с вами канал Все про Android и сегодня у нас приложение, которое позволит вам организовать в своем Android устройстве всплывающее уведомление о поступивших сообщениях, добавить в всплывающее окошко всевозможные приложения, отвечать из этого плавающего окошка и получать в нем уведомления о событиях, которые происходят на вашем Android устройстве. Помимо всего модуль поможет вам добавить вот такое вот PIE меню, которое тоже настраивается, в конце видео я расскажу как настроить, потому что на английском языке приложение, то есть если вы работаете с любым приложением в полноэкранном режиме, вам доступно будет плавающее окно и PIE меню, из которого вы сможете совершать определенные действия. Сейчас перейдем к настроечкам и посмотрим как настроить меню и как его активировать. Начнем с того, что это приложение модуль для Exposite, соответственно вы понимаете, что на вашем Android устройстве должен быть установлен Exposite и должны быть root права. После первого запуска вам необходимо будет активировать некоторые функции и дать приложению определенное разрешение. Во-первых, для подсветки необходимо включить main switch, чтобы появилось это плавающее окошко. Вторая настройка High Ticket, прятать Hello после активности. Если ставите галочку, уведомление будет прятаться после активности. Ninja Mode. Ninja Mode позволяет полностью спрятать плавающее это окошко, если оно пустое, то есть если нет никаких уведомлений и вам оно просто мешает. Следующая подкладка Reverse Gestures. При активации или деактивации данного подпункта вы сможете, если деактивируете, сможете перетаскивать это окошко и удалять его, перетаскивать в любое место. Если же вы поставите галочку, окошко будет приклеено и доступно будет только для показа уведомлений и опций. Pink Unlock. Получать или не получать уведомления, когда ваш девайс заблокирован. Ну, я думаю, что лучше оставить, потому что приходят уведомления, вы разблокируете и в плавающем окошке видите уведомления. Size. Это размер. Здесь можно задать маленький, большой, монстр и так далее. Цвета. Здесь вы можете задать для всплывающего этого бублика всевозможные цвета. Цвет бублика, пинг, тикер, колор и цвет текста, который будет отображаться. Далее. Notification Manager. Менеджер уведомлений, от каких приложений будут они получаться. Можно снять галочки и оставить нужные вам уведомления. Pined App. То есть приложения, которые будут доступны из плавающего окошка. Как добавить? Нажать плюсик, выбрать приложение, добавить и оно по нажатию будет доступно. Floating. Windows Manager. Плавающее окно. То есть возможно выбрать приложения, которые будут отображаться в плавающем огне. Я вначале показывал. То есть вы получите доступ к работе в плавающем окошке. Далее перейдем к самому PIE меню. О том, что я говорил. То есть здесь вы сможете настроить плавающее меню на свое усмотрение. First row первый круг. Second row второй круг. И жесты, которые добавить на определенные действия. То есть вам достаточно выбрать, что и где будет отображаться и перетащить. Как добавить? Просто нажимаете на плюсик, добавляете, допустим, под функцию скриншот. Она появляется в основном меню IT Manager. Находите эту под функцию скриншот и перемещаете ее в любой круг, который вам нужен. После того, как переместили, все это будет доступно из PIE меню. То есть вот так все дело будет выглядеть. Видите, что функция скриншота у нас добавлена. Я ее до этого добавлял. Вот так добавляете любые функции. И эти под функции будут доступны из данного под меню. То есть сложностей никаких не возникает. Выбираете, в какую часть добавить. И перемещаете на свое усмотрение. И, как я уже говорил, в конце есть еще подраздел жесты. То есть вы можете задать жесты для определенной под функции. Если выбираете какую-то кнопку, допустим, кнопку Home, вы можете изменить или добавить ей определенные жесты. Как я уже сказал, что все несложно, несмотря на то, что приложение на английском языке. Сделали какое-то изменение. Сразу же перешли в PIE меню и посмотрели, как все это дело выглядит. Помимо всего, само PIE меню тоже настраивается. Сделать это можно отсюда раздел Size. Высота и ширина триггера. То есть вот эта вот зона экрана по выдвижению, которое вы сможете настраивать плавающее меню. Для того, чтобы переместить его вправо-влево, достаточно будет просто потянуть, выйти за пределы. Появится вот такой, как в левом углу, серый кружочек. И вы сможете переместить, если у вас меню находится внизу, что не всегда удобно, переместить его в правую или левую сторону. Извините, скрипит мой стул. Следующие две настройки. Item Gap и Bottom Angel. Это для настройки расстояния между меню PIE. В общем, все это дело будет экспериментально. Настраивайте и выбирайте, как это все будет выглядеть. Speed, это быстрота и скорость анимации. То есть, как быстро будет все отрабатывать. Slow, Quick и так далее. Height Status, подкладка, которая спрячет основную информацию. Если эта подкладка, к примеру, не активна, PIE меню будет показывать вам информацию. Вот так все это дело выглядит. Вот эта информация будет доступна, которая вот здесь время и остальное, если вы не скроете. Если скроете, мне не очень удобно, поскольку мышкой не всегда отрабатывают. Если Height Status поставите галочку, тогда не будет доступна данная информация. Когда подключен по USB, очень недоступно. Видите, что информации нет. И, как вы понимаете, что следующая подфункция, это уже непосредственно для настройки цветов. То есть, Chevron, I-Team, I-Team, выбранные Outline, Colors. Ну, это все, как я уже говорил, экспериментально вы сможете просмотреть и настроить. Вот цвет кнопки, которая выбрана. Верхний контур, Chevron и так далее и тому подобное. Вот такой вот интересный, на мой взгляд, модуль, который позволит вам получить плавающее окно и PIE-меню настроить на свое усмотрение, запускать приложение из плавающего меню, PIE-меню и из плавающего окошка. Так что, кому будет интересно, скачать можно будет по ссылке в описании видео. Я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч! До новых встреч!